Автоваз открыл продажи самой дорогой модели Lada Vesta Sportline за 2 миллиона 350 тысяч рублей. У автомобиля двигатель объемом 1,6 литра и мощностью 118 лошадиных сил. До сотни она разгоняется за 10,9 секунд, а максимальная скорость 190 километров в час. Завершено расследование уголовного дела в отношении 59-летнего жителя Курганской области, обвиняемого в покушении на сбыт более 56 килограмм гашиша. Фигурант был задержан в мае 2023 года, когда на арендованном автомобиле УАЗ Патриот он ехал по маршруту Санкт-Петербург-Тюмень. Крупную партию запрещенных веществ обнаружили в тайниках под видом дополнительных топливных баков. Там было спрятано 584 брикета с наркотическим средством растительного происхождения. Уголовное дело направлено в суд. 10 многодетных семей из Курганской области смогут улучшить свои жилищные условия. Это стало возможным благодаря программе обеспечения жильем молодых семей в Курганской области. На эти цели будет выделено почти 12 миллионов рублей. В прошлом году новоселье отпраздновали 14 молодых семей. Всего за последние пять лет жилищные условия улучшили 78 участников программы в возрасте до 35 лет. С 2024 года в базовую программу ОМС включили консультации медицинских психологов. Ими смогут воспользоваться по направлению лечащего врача женщины в период беременности и в послеродовой период, а также пациенты на диспансерном учете и ветераны боевых действий. Минздрав России уже разработал примерные программы повышения квалификации врачей для оказания психологической помощи пациентам с посттравматическим стрессовым расстройством и членом их семьи. Студенты второго курса факультета радиотехники и электроники Новосибирского государственного технического университета разработали перцовый баллончик, интегрированный в чехол смартфона. Разработка прошла испытания и доказала свою эффективность. При емкости баллончиков 25 миллилитров устройство позволяет совершить до 50 нажатий, расстояние распыления 1 метр. В планах усовершенствование системы, а именно внедрение поворотного защитного механизма пульверизатора и улучшение эргономичности чехла. В Курганской области с января 2024 года за хорошую работу медикам будут доплачивать до 10 тысяч рублей. Конкурсный отбор среди молодых врачей и средних медицинских специалистов обещают провести до конца месяца. 100 лучших специалистов в течение года будут ежемесячно вдобавок к зарплате получать от 5 до 10 тысяч рублей в зависимости от квалификации. В Курганском шахматном клубе «Ладья» прошел открытый шахматно-шашечный фестиваль среди ветеранов и инвалидов под названием «Рождество». 17 участников состязались по швейцарской системе. После 7 туров лидером стал Евгений Сорокин, за ним Надежда Малкова и Виктор Лагунов. В Курганской области за год сократилось число родившихся и умерших. В 2023 году по сравнению с 2022 годом отмечено снижение на 5 процентов 268 человек числа родившихся и на 2,6 процента 277 человек числа умерших. Число умерших в области превысило число родившихся в два раза, указано на сайте Свердловскстата. Показатели родившихся достиг 5072 человек, а умерших 10192. Сообщается, что за 2023 год сократилось число смертей у младенцев с 33 до 23 случаев. Между тем сократилось число браков и разводов. За 2023 год показатели в данной категории достигли 3788 и 3319 соответственно. Отмечается, что численность населения Курганской области за январь-октябрь 2023 года сократилась на 6888 человек. Платное высшее образование в России может подорожать на 10-12 процентов. Повышение стоимости обусловлено ростом затрат вузов на оборудование и программное обеспечение из-за санкций. Также увеличением цен на услуги ЖКХ и необходимостью повышать зарплаты педагогам. Напомним, что в 2023 году стоимость платного высшего образования выросла от 5 до 25 процентов. В России хотят запретить продавать безалкогольное пиво несовершеннолетним. Напиток может вызвать у несовершеннолетних привыкание и привести к развитию алкогольной зависимости. С 1 сентября этого года напитки на основе пива, крепость которых не превышает 0,5 процента градуса, будут продавать по паспорту.